Приветствую вас! Хочу вам рассказать, или точнее ответить на такой очень каростный вопрос. Да, тарифы в Украине за услуги ЖКХ выросли. И здесь сразу возникает ситуация, вот тарифы ЖКХ выросли, а вырастет ли зарплата? Ну, возможно, вы слышали такое изречение, что если в Украине будут такие же тарифы ЖКХ, как в Европе, зарплата тоже будет, как в Европе. Ну, понятное дело, что это вызывает массу таких воров, в ощущениях. Если вам интересно, если у вас есть время, давайте я вам прочитаю небольшую экономическую лекцию и объясню, где взялась эта цитата, что вот если поднять тарифы, то, соответственно, зарплата вовсе. И будет ли это так в действительности, или это просто, что называется, экономическая штука? Для начала, да, действительно, меморандум МВФ в 2014 год написано, ну, чтобы вы правильно немножко поняли, меморандум, это такое общее слово, он в меморандуме вообще-то немножко подробно называется. И там к нему прилагается такой довольно большой документ, где производится расчет. И там действительно один из разделов посвящен как раз вот тарифам ЖКХ в Украине. И аналитики МВФ сделали вывод, что низкая зарплата в Украине объясняется тем, что тарифы ЖКХ в Украине до 2014 года датировались за счетом бюджета, были экономически занижены, но они действительно были ниже себестоимости. В результате это создавало проблемы для экономики Украины и тормозило рост реальной или вообще зарплаты в Украине. Ну, чтобы правильно помнить, там два слова, там таблички, расчеты, они взяли за базу Польшу, Литву, Чехию, Словакию, Венгрию, по-моему. В Румынии, по-моему, и не брали. Соответственно, они просто взяли счеты, пока показал так дальше. Да, как вы знаете, к примеру, тарифы ЖКХ в той же Польше и Литве выше, чем в Украине. И зарплата выше. И вот они действительно, основая этих данных, показали, сколько зарабатывает, ну, в среднем зарабатывает тот же поляк, сколько он тратит на коммунальные услуги и так далее. Причем это не динамики, даже не за год. Соответственно, на основании этого сделал вывод, что если в Украине сделать рыночные тарифы, да, они вырастут, они вырастут, но и зарплата в Украине тоже вырастет. И там действительно прописана такая нюанс, что, ну, как бы они предполагают, рассчитывают, что если в Украине будет рыночный тариф ЖКХ, то и средняя зарплата в Украине будет на уровне, ну, они пишут Польшу, они пишут Восточную Европу. То есть Литвы тоже. Ну, что правильно вы помните. А теперь объясняю, почему. Ну, понимаете, они это написали не просто так, это действительно есть такое мнение. Я сейчас объясню, почему. А вы уже сами сделаете вывод. Правилами или ошибаться. Но я зайду немножко с другой стороны. Хорошо? Не возражаете? Значит, смотрите. Если так случилось, что вы нанимаете сотрудников, ну, мало кто, может быть. Не обязательно много. Вот вы там ЧПшники, время от времени нанимаете сотрудников. Я думаю, вы на сегодняшний момент однозначно мне скажете, что проблема нанять дешевых работников. Да. Почему проблема? Действительно, довольно много украинцев уехали на заработки за границу. И другая проблема. Выросли тарифы ЖКХ. Серьезно. Ну, тоже ж, я говорю, если вы нанимаете, я понимаю, что большая часть моих зрителей сами нанимается. А если нанимаете, люди знают, что, скажем так, если еще пару лет назад вы могли, ну, подсобника, знаете, такого младшего, 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 подсобника погрузки, загрузки, переноски ящиков, за 4 тысячи нанять, гривен. Сейчас? Не-не-не. Знаете, вот, когда кто-то рассказывает, что он работает за 4 тысячи, я говорю, плюньте ему в лицо. Просто плюньте ему в лицо. Честное слово. По той простой причине, что я не представляю, как человек может работать за 4 тысячи, или он без денег, или он нет денег. Почему? Ну, смотрите, какая ситуация. Если вы действительно нанимаете, вы на сегодняшний момент вы начали платить в ВОЗ. Серьезно. 500, 8, 8. Потому что, ну, как минимум, просит 6, 10. 10, конечно, вы не платите, боимся. А в 8 приходится. Не, вы можете договориться с ним про пятерку, но будет в 8, ребята. Будет, будет. И почему? Ну, потому что дешевле бы не выгодно. Он может найти работу, если кто-то за границей. За границей еще больше. И это, да, действительно существует сейчас такая проблема, что вам приходится платить больше, чем было раньше. И смотрите, какая ситуация. Почему вы раньше платили меньше? Ну, потому что, скажем так, вам пришел человек, говорит, я хочу получать 8. Я говорю, я плевать. Я найду сейчас за 4. Было? Было? А сейчас нет. Ну, нет. Ну, намертво не найдете. Ну, не найдете. Вот пришел человек, говорит, я хочу там 8. Говорит, не, не. Явлечный. А не найти не можешь. Нет. Нет тут такого намертво. Так, ребята, сразу говорю. Не надо мне вот этих бомжей и алкашей. Вы не хуже меня знаете вы сами. Не будете нанимать на работу конченого алкаша. Правильно? Да, алкаш согласен из-за 2 работы. Нафиг вот нам нужно. Вы же ведь, когда нанимаете, вот хотите нанимать хорошую работу. И здесь действительно какая-то такая ситуация, что. Да, у нас на сегодняшний момент вроде бы людей много. Начинаешь напирать, и очень сложно найти хороших работников. И действительно бывает такая ситуация. Берешь работников. И в шею. Ну, и тянет. Он на 4 тысячи не нарабатывает. Просто не нарабатывает. Так вот такой, что не нарабатывает, и вообще в шею наездит. Ну, беста. Ну, просто есть люди, которые, ну, такая беста. Ну, такая беста. Ну, уже. Ребята, это, конечно, я, так сказать, возмущаюсь. Потому что по жизни, к сожалению, часто приходилось заниматься и сейчас. Ну, ребята, ну, это просто кошмар. Нанимаешь фриланса. Да, вроде бы все нормально. Ну, просто. Ну, что не доручишь, зараза, ни черта не доходит до конца. Ну, за что ему платить? Гаду. Даже 5 тысяч гривен, если он может закупить. Соответственно. И он, конечно же, ой, так мне мало платить. Да тебе мало платить, потому что ты без денег. А получается такая ситуация. Вы, когда берете человека, вы хотите, чтобы человек работал, чтобы была отдача. А человек, который нанимается, хочет получать зарплату, чтобы ему хватило, ну, соответственно, на еду. Оплатить коммунальные услуги. Вот эти вот. Не те, которые дешевые, а те, которые дешевые. Ну, и на развлечения, и так дальше. По этой причине. Сколько бы вы его не агитировали, сколько бы вы ему не рассказывали, что вы столько заплатить не можете. Он хочет 8. И вы заплатите 8. А если не заплатите, придется бомжа нанимать за 2 тысячи. Ну, там толку никакого. Потому что сейчас, говорю, вы можете, конечно, нанять человека за 4 тысячи, понимая, что с него работника никакого. Никакого. Я вообще не понимаю, зачем вы его нанимаете. А если вы хотите нанять толкового гроба, ну, который действительно, ну, работать будет, ему надо платить. Вот так это работает. Если растут тарифы ЖКХ, растут цены, растут расходы людей. И тогда люди, которые нанимаются на работу, они знают себе цену. Они не согласятся работать за 4 тысячи. Никогда. Они будут тревать десятку, двадцатку. А вы, как работодатель, через не хочу. Эх, жалко. А я б не платил бы. Будете платить. Будете. Ну, иначе у вас работать никто не будет. Ну, помните, набрать, можно, конечно, набрать ораву алкышей или безденегов. И что у вас будет? Ну, никогда не пробовали так поработать, когда у вас полотдела сплошные безденеги. Никогда? Попробуйте. Попробуйте. Ужас. Да, вы им платите маму, но толпе никакого. Они вообще доручить ничего нельзя. Что я не доручаю, все смысл платить. Вот такая ситуация. По этой причине, да, действительно, если вы посмотрите внимательно, у нас действительно заработная плата в Украине, по сравнению с 2014-2013, выросла. И в гривне, и в долларах как угодно. Да, частично на это повлиял частично. И высокий тариф ошелуха. Факт. Если бы тарифы были ниже, можно было бы дешевле нанять. Тарифы выше, люди отказываются. Просто. Ну, то есть человек просто, он понимает свою цену, он ищет там, где ему заплатят его зарплату. И он ее находит. Вообще, понимаете, в Украине заработы проблемы существуют. Плюс, это первый, тариф ошелуха. Второе, да, экспорт рабочий сет. Ну, нас тут два фактора подлияло. Потому что, понятное дело, когда у вас раньше водитель работал за 2000, а потом он уехал больше, вам надо взять водителя в Украине, правильно? А тот водитель в Украине говорит, да, два варианта. Или ты мне платишь здесь, или я уезжаю в Польшу. Вы понимаете, что да. А, можно, конечно, ставить пузо, сказать, больше не заплачу, но он уедет действительно, и тогда будете вы сами водитель. Так же? Так. Это срабатывает. То есть в Украине действительно за счет роста тарифов в ЖКХ, за счет экспорта рабочей силы, зарплата растет. Но до уровня среднеевропейского пока не доросла. Дорастет. Ну, чтобы вы правильно поняли, Прибалтика, ну, Польша немножко там другой вариант. Хотя бы больше тоже такой момент был. Но Прибалтика тоже в период довольно болезненно переживала. Когда там начали, в 90-е годы, начали внедрять вот эти вот тарифы. Воя рыдания был сумасшедший. Да, я не спорю. Я не спорю, что вы скажете, ну, мало, если бы еще больше не утереть. Если будете говорить жителям, то же Ригин сказать, ой, так мало платят. Согласен. Согласен. Никогда не бойся. С жителям Варшавы. Ой, боже. С жителям Лондона. Так что, нищие, нищие. Он получает 3000 фунтов. Ну, правда, после уплатного остается, значит, меньше. Нищета замучивает. Ну, это всегда, это нормально. Но у нас, да, действительно сейчас происходит вот этот ломка, перелом, который через какой-то момент пройдет к тому, что у нас действительно будет зарплата, как больше. Но все будут ругаться, что это нормально. Это логично. Ну, смотрите, какой маленький нюанс. Я думаю, что... Я не знаю, как это будет решать, честно говоря, но сейчас есть вот эта проблема долгого ЖКХ. В Европе это решали с помощью кнута, ноздря варевания. Нет, там действительно, в Прибалтике был такой момент, когда начали должников бы связать с квартир, причем массово. Ну, вплоть до того, что для того, чтобы полностью не бросать на улицу, делал вариант следующий. Человеку 3-комнатной квартиры. Ему покупали 1-комнатную, а 3-комнатную изымали. Такое было. Не скажу, что... Ну, слово масса немножко, в ресторан, давайте так, были. И знаете, так немножко попустило. В людей деньги нашлись. Да, да. И люди начали погашать долги. Хотя там тоже был такой этап, когда... Ташка, видите, все, наверное, работает. Кнутом. Пройдешься, работай. И зарплаты заразовались. Оттаку отриберталу и думай.